Пока во всех автошколах обучение проходит по старой программе, но уже через полтора месяца будущие водители будут слушать измененные курсы. Помимо добавления часов в обучение, вводятся новые предметы. Так, кроме оказания первой медицинской помощи, начинающие автолюбители будут изучать психофизиологические основы деятельности водителя. Ведь от типа характера человека зависит и стиль его вождения. Как утверждают специалисты, высокий эмоциональный фон у женщин мешает их обучению и внимательнее машиной управляют мужчины. Чтобы адекватно и быстро реагировать на нестандартные ситуации могли и те, и другие, помимо работы психолога, который в новом курсе подробно обсудит тему разбора конфликтных ситуаций на дороге, в программу включены и основы безопасности управления. Но кардинальное изменение заключается в том, что теперь программа подготовки стала профессиональной. Программа обучения, например, категории Б разбита на три блока. Первый – это базовый, второй – это профессиональный, третий – специальный. То есть в зависимости от того, на какую категорию человек обучается или какую категорию прав он уже имел, у него при повторном обучении уже нет необходимости проходить базовый курс. При обучении водители могут выбрать и тип трансмиссии. Но в связи с тем, что требования по сдаче экзаменов ГАИ на автоматической коробке передач еще не введены, то в курс обучения по новой категории все равно включены 10 часов вождение на механике. Ведь пока сдавать упражнения на картодроме возможно только по старой схеме. Но когда будущим водителям будет разрешено показывать умения в змейке, парковке, подъеме и спуске на автомате, то и в правах в особых отметках будет проставлен автомат. И вот тогда сесть за руль механики они смогут только переучившись. С введением новых правил водителям, имеющим удостоверение с разрешенной категории А, допускается управление не только мотоциклом, но и мопедом. А с категории Б можно автоматически управлять трициклами и квадроциклами. Ну а что касается автомобилей, то обучение на автоматической или механической трансмиссии проводится одинаково. Но самое главное, что должен соблюдать каждый водитель. Это правило дорожного движения. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.